всем привет ребятушки подписчики мои сегодня хотел бы с вами поговорить собственно на такую тему как программа rexat что это такое да с чем его едят и зачем она вам ну смотрите есть такие там программы типа на которые настроены на системе мобилак там и так далее да то есть это балалайки так называемые как видим тоже оцените видосик записывая вам его клемена выдачи вот если видите сзади под дождем открыл окна чтобы у вас собственно видос был получше чтобы что было видно да и смотрите это как бы новенькая такая программа и собственно зачем она это своего плана своего плана немного все-таки прикрою окошко это своего плана такая круга которая получается дает вам заказы да где берутся эти заказы откуда эти заказы берутся с других служб такси непосредственно что это за службы такси да типа такие как марси там там 838 там любимая это мы погнали 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 то есть это всякие такие службы балалайки как их называют раньше да называли то есть по телефону там звонят заказывают и так далее и тому подобное и когда служба не вывозит свои собственно заказы тогда она дает в этот рэксад заказы и они приходят вам там есть приложение да кстати неплохое приложение продумано в каком плане продумано в том плане что получается у вас заказе который да собственно вам приходит вы можете взять его и потом отменить то есть смело берете отменяете заказ и с вас как бы они списываются никакие деньги не ставятся никакие там штрафы за отмены этих заказов то есть вот непосредственно есть имеется в этом плюс если на других службах ты отменил заказ себе там паяли штраф или деньги там или пятое-десятое то есть как-то так ребятушки сейчас собственно еще раз продолжим видос ребятушки ну приходил мне заказик собственно немножко переехал давайте дальше с вами поговорим на эту тему что хотелось бы сказать значит по сути это как бы такая как бы корзина до куда поступают заказы с других служб следовательно я же говорю заказы могут быть разного быть характера да и разные люди могут ехать то есть и представьте себе помимо всего этого я так понимаю люди ждут подольше заказа то есть если не берет эта служба то потом перекидывает на туда и получается ну сами понимаете ну человек который долго ждет заказа нужно в априори раздроченные уже настроение у него нет я думаю что там как бы заказики понимаете там шоу может быть все что угодно там всякие приколы могут быть и всякие люди трэш и так далее тому подобное то есть сброд контингента может быть совершенно разный может быть и хорошие люди могут быть там и какие-то наркоманы попойщики и так далее там подобные люди которые погуляли их не хочет даже там до служба вести они скинули туда и визите там кто хотите там заработать денег то есть нарваться нам на какие-то неприятности и это мне кажется дело пяти секунд да собственно плюсы я же говорю те которые вы взяли заказ можете 30 заказов подряд к примеру брать рассматр раз посмотрели что там вас не устраивает там цена вас не устраивает там куда вы едете и вы можете отменить этот заказ собственно да так что такие вот ребятки делишки то есть новая такая как бы приложуха чем она лучше да тем что она сама дает вам заказы вам не надо сидеть там как бы выискивать то есть как бы вроде вы отменяете но смысл получается такой смотрите я вам объясняю к примеру вы берете в любимом заказ там и вы смотрите вам надо доехать с центра на салтовку нам на на какой-нибудь там район да на который там спальный район и вы не хотите ехать туда да вы просто не берете этот заказ то здесь вы взяли этот заказ посмотрели что собственно вас он не устраивает и отказались от него то есть и такие вот делишки сейчас активно подключают вот я смотрю в киеве к этому рэксаду да то есть я так думаю если в харькове его нету до сих пор вполне может быть он уже есть да то то есть скорее всего будет если его нету и будет та же самая тема ну честно говоря я не знаю там можно поставить знаете как там глухомани где-нибудь стоишь и чтобы выехать там включил этот рэксад включил все что возможно чтобы выехать а так в принципе приложение конечно намного неудобнее чем тоже уберболт и даже тот же уклон то есть можно понимать так это то есть это не думайте что на там супер приложение то есть там тоже есть свои нюансы та же самая история по улицам то есть вы какую-то улицу можете знать а какую-то не знать и вы взяли улицу подумали что она близко где-то поехали а вам там ехать километра полтора к примеру да вы рассчитывали там на подачу метров 200 300 то есть как то так в общем ребятки поведал я вам про рэксад такую программку я думаю все понятно если что то непонятно задавайте вопросы пишите камеру в комментариях свои вопросы я на все отвечу ну я думаю это как бы такой новый конкурент собственно балалайка прохом как-то так подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии отзывы нажимайте колокольчик дзиндзилы там у меня куча разных прикольных видосов до новых встреч пока пока ребят пока